Продолжается процесс отлучения и отучения Запада от мировой гегемонии. На этот раз Россия наращивает свои усилия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укрепляет позиции своего Тихоокеанского флота. И это по старой привычке вызывает протесты и беспокойство англосаксов в лице Австралии, Новой Зеландии и США, подозревающих, что присутствие российских сил в регионе станет вызовом для США и мирового господства демократии. И мы, безусловно, рады сообщить, что да, станет вызовом, препятствием для гегемонии, ибо нельзя бесконечно гегемонить и оставаться наедине с собой. Рано или поздно, а приходится отправляться в другое место и на заслуженную пенсию. Собственно, переживания с этим и связаны. Тем более, что присутствует трудно передаваемое чувство дежавю, когда Канберра и Вашингтон вспоминают, сколько головной боли им доставлял флот СССР в регионе. Второе пришествие 8-й оперативной эскадры оставляет неприятное послевкусие, как они считают. К тому же, Азиатско-Тихоокеанский регион уже казался задним бассейном для ВМФ США, но приходится теснить и делить акваторию с ЭВФ России и ВМФ Китая. Кроме этого, эксперты беспокоятся, что в случае гипотетического конфликта в регионе, флот России окажет сдерживающее влияние. И даже если никакого конфликта не случится, то все равно нахождение наших кораблей бросает вызов США. Большое лирическое отступление. А наши корабли в нашем порту тоже бросают вызов США или им для этого надо выйти в море. Отступление закончили. Пока в Тихом океане бушуют морские страсти на Европейском полуострове, одна страна ждет своего принятия в состав НАТО. Конечная речь о Швеции. Долгие годы нейтралитеты расслабили элиту государства и захотелось сменить платье. Попробовать себя в цветах хаки. К несчастью, а может и к счастью, но на пути Стокгольма оказались Будапешт и Анкара, которые все еще рассуждают и размышляют над шведским вопросом. Выступая, Виктор Орбан отметил, что Венгрия и Турция принимают решение о вхождении Швеции в НАТО самостоятельно. И между странами нет альянса, договоренностей. СМИ-эксперты часто пытаются уличить в этом страны, получив от венгерского государства отказ в их в иллюзиях и призыв не искать скрытых смыслов. Турция и Венгрия примут решение о вступлении Швеции в свое время. Сроки не согласованы. Как вообще, так и между собой. Впрочем, это все мелочи. Великие дела делаются в Прибалтике, в Латвии, где правительство страны одержало крупную победу над Россией, осуществив рейдерский захват культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге. Мария Захарова уже отметила, что последствия для официальной Риги последуют. Нельзя просто так ввалиться в наш культурный центр. Тем более, что сейчас идет принятие уголовного закона о русофобии. И в скором времени в нашем уголовном кодексе появится такая статья, которая будет распространяться на иностранцев и на страны должностных лиц. С тем, чтобы Москва могла привлечь к ответственности всех, кто продвигает в мире русофобские нарративы. К сожалению, всех привлечь мы не сможем, но некоторых вполне. Да и время на нашей стороне. А кому-то бы уроки географии вспомнить, да на карту посмотреть. Ведь это точно не конец истории.